Вода. Живительное вещество, без которого существование всего живого на Земле, было бы попросту невозможным. Удивительно, как такое на первый взгляд нехитрое соединение двух атомов водорода и одного атома кислорода проникло во все щели земного шара. И тело человека, и поверхность Земли состоят из воды почти на 70%. Что будет, если её убрать? Подумать только. Какие возможности открылись бы перед людьми, если бы мы могли осушить все океаны и озера, чтобы исследовать ранее недостижимые глубины? Поднять затонувшие корабли? Найти лохнесское чудовище? Узнать, как глубоко может существовать жизнь? Погружение в самые глубокие впадины стало бы сродни подъему на самые высокие горы. Но сперва давайте посмотрим на форму нашей планеты, лишенной этого драгоценного вещества. Сначала может показаться, что без воды Земля будет похожа на выжатый лимон. В конце концов, всё, что мы видим на ней, это бесконечные морские просторы и несколько небольших континентов и островов, которые в сумме занимают всего 29%. Мировые океаны кажутся нам очень глубокими, ведь мы даже наполовину не исследовали всех обитателей тёмных вод. Но если сравнивать Марианскую впадину глубиной почти в 11 километров и планету в поперечнике, а это 13 тысяч километров, то оказывается, что Земля покрыта не таким уж толстым и почти равномерным слоем воды. Для нашего шара этот слой тоньше, чем кожура для апельсина. Если убрать всю жидкость, изменения будут практически незаметны. Разница между высочайшей горой и самой низкой точкой океана составляет меньше 20 километров. Одной десятой процента диаметра Земли. Только посмотрите, в какой маленький шарик можно было собрать всю воду с нашей поверхности. Те капли, что поменьше, это вся пресная вода на Земле в озёрах и реках. И это только начало перемен. Без морей и океанов, даже без самых маленьких речушек и лужиц, голубую планету ждёт мрачное и сухое будущее. И примеры подобной судьбы буквально висят у нас перед носом. Венера и Марс Первая — настоящий ад. Это самая жаркая планета в Солнечной системе, окутанная толстыми облаками, проливающих дождь из серной кислоты. По своему составу и физическим характеристикам она очень похожа на Землю. Размер и масса почти одинаковы, соотношение элементов тоже. Более того, космический аппарат NASA Pioneer изучил злую сестру нашей планеты под густым слоем облаков и выяснил, что когда-то на её поверхности могла быть вода и даже жизнь. Но в это очень трудно поверить, глядя на её состояние сейчас. Что же произошло? Видите ли, Венера находится на треть ближе к Солнцу, чем наша родная планета и получает в два раза больше солнечного излучения. Светило медленно разогревало этот ад в течение миллиардов лет. Ультрафиолетовый свет разбивал H2O на водород и кислород, после чего водород легко улетал в космос, а кислород соединялся с углеродом и накапливался в виде плотной атмосферы. Эти облака согревали поверхность планеты, будто одеяло, ещё больше ухудшая ситуацию. Учёные называют это явление «нарастающий парниковый эффект». Как это не печально, Земля однажды повторит участь Венеры. Через миллиарды лет, когда Солнце нагреется, температура нашей планеты станет нестерпимой, и океаны испарятся. Тогда две сестры станут неотличимы друг от друга. Люди могут ускорить этот процесс, если будут выбрасывать в атмосферу всё больше и больше вредоносных веществ. Скоро я сделаю отдельный выпуск об этом. Ну а что же Марс? На Красной планете происходило совершенно противоположное. Доказано. В далёком прошлом на её поверхности, ныне покрытой сплошь оксидом железа, то есть обычной ржавчиной, были гигантские океаны на миллионы квадратных километров. Сегодня мы видим их остатки в виде гальки, глины и дорожек, которые могли быть проложены только текущей жидкостью. Если растопить всю воду, которая сейчас есть на Марсе в ледяных полярных шапках, атмосфере и под поверхностью, она покрыла бы всё равномерным слоем в 21 метр. Но когда-то её было в семь раз больше. И по данным учёных, последние реки высохли всего 200 тысяч лет назад, когда на нашей планете ещё ходили неандертальцы. По мере того, как Солнце сдувало с Марса атмосферу и понижало давление на поверхности, вода улетучивалась в космос вместе с теплом. Не в силах оставаться жидкими при температуре ниже нулевой, исчезали и океаны. Вода либо замёрзла в почве, подобно вечной мерзлоте на Земле, либо её молекулы распадались на водород и кислород. И поскольку гравитация на Красной планете значительно ниже, чем у нас, лёгкие элементы ещё быстрее улетали в космос. Учёные миссии Мэйвен и других до сих пор пытаются понять, как Марс потерял всё своё богатство, которое мы, люди, так не ценим. Без воды наша планета была бы совершенно другой. Никаких людей, кругосветных путешествий, растений и динозавров. Никакой привычной нам жизни. Ибо вода — это и есть жизнь, которую мы с лёгкостью можем потерять. Субтитры создавал DimaTorzok